В Урюпинске вспоминали святых царственных старостотерпцев. На вечере в воскресной школе Покровского кафедрального собора зрители узнали историю знакомства и супружества Николая Александровича и Александры Федоровны о непростом, но счастливом детстве великих княжон Ольги, Марии, Татьяны, Анастасии и цесаревича Алексея, которых родители воспитывали любящими, трудолюбивыми и милосердными. Школьный вечер был приурочен к событиям марта 1917 года, когда император Николай II был отстранен от престола. Но на встрече говорили не о политике, а о гораздо более важных и ценных вещах, о любви, браке и семейном счастье, и о многочисленных благотворительных делах семьи Романовых. По свидетельству современников Николай II был образованнейшим человеком. Помимо того, по традиции русских царей Николай Александрович был в арене, изучил поэты дисциплины и прошел в родовом гвардейских волках. Дети зачитывали отрывки из дневников и писем последнего российского царя и его супруги, поражающие глубиной мысли и буквально дышащие нежностью и дружеским участием друг к другу, а также читали стихи. Прозвучал рассказ и о мученической кончине царской семьи, которую они приняли, как и жили все вместе, рядом. У нас есть идеал. У нас есть идеал, прежде всего, Господь наш Иисус Христос, но и, конечно же, садственность на статях, к которому мы молимся и просим, чтобы в других святых молитвах Господь даровал, что, наверное, женам, вторым новинкам, мудрость, которая была у царев, у гвардейских, Александра, мужья, чтобы они находили больше времени на свою семью. В заключении все собравшиеся пропели величание святым царственным старостотерпцам.